МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С сенатором Иваном Абрамовым в нашей студии. Иван Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как я только что сказала, 200 городов войдут в список, для которых будут разработаны мастер-планы. Скажите, этот список уже известен какой-то предварительный? По каким критериям отбирались населенные пункты, в которые в него войдут? Ну, наверное, как раз-таки список – это самая большая интрига, потому что по поручению президента до 1 августа 2024 года этот список должен появиться. И вот как раз-таки сегодня идет диалог, какие критерии, значит, оценки включения в этот список наших городов. Ведомства работают и Министерство экономического развития, и Министерство строительства ЖКХ, как вот два самых таких заинтересованных ведомства. Ну и, соответственно, это обсуждается и с органами государственной власти. Там несколько, скажем так, идей в этом смысле. Ну, первое, конечно, это центры субъектов. Понятно, что главный город в области, в крае, в субъекте должен иметь такой документ. Также есть территориальный принцип. Например, вы знаете, что первые мастер-планы появились на Дальнем Востоке. Вот у меня в моей родной Амурской области уже утверждено 4 мастер-плана постановления правительства. Мы видим все объекты. Мы уже вот в том же Благовещенске сегодня можно зайти и посмотреть на карте города, какие отрасли где будут развиваться, какие объекты культурные будут появляться, где будут парки, где будут набережные, где будет комплексная застройка, где у нас будет производство. И самое главное, что эти все объекты, конечно, мы планируем включить уже в бюджетное финансирование, в том числе в бюджетное финансирование. Хотя большинство объектов финансируют вне бюджета, потому что это деньги либо частных застройщиков, либо это деньги инвесторов. То есть этот опыт положительный? Конечно. Сегодня любой гражданин, который связывает свою жизнь, будущую жизнь с этой территорией, он может посмотреть, где будет впоследствии школа, детский сад и так далее. Поэтому, мне кажется, всегда лучше двигаться по плану, нежели без плана. Поэтому в этом смысле, конечно, были планы и раньше. На самом-то деле это не какой-то ноу-хау. Но они, скажем, были, во-первых, не такого уровня принятия. Вот, например, по Дальнему Востоку первые мастер-планы вообще заслушивал президент. То есть мастер-план принимается постановлением правительства с вытекающими последствиями. Потому что мы же понимаем, что эти объекты должны быть и включены в дальнейшие национальные проекты, там, федеральные программы. Поэтому это все взаимосвязано. Ну, у нас разные регионы. И они сами, субъекты, заинтересованы в появлении таких мастер-планов. Что они дадут каждому из них, как вы считаете? Ну, конечно. Здесь, скажем так, с точки зрения управления, каждый руководитель каждого уровня будет понимать, в каком направлении будет развиваться его территория. И тот же губернатор может ставить задачи согласно этим планам. Потому что, в основном, это планы городов. То есть, это мастер-планы развития городов. И здесь можно сразу будет привлекать, в том числе, и инвесторов на долгосрочной такой перспективе. И это будет являться основанием для включения в финансирование объектов. Потому что это будет одно из оснований, что вот такой-то объект, например, реконструкция этого парка или строительство больницы там, он включен в мастер-план развития города. И это будет служить основанием для того, чтобы выходить с такой инициативой, если муниципалам, то на региональный уровень, регионалам на федеральный, для привлечения финансирования. При этом на совещании отметили, что такое понятие, как мастер-план, не закреплено в федеральном законодательстве. Это несет какие-то сложности? Я думаю, что в ближайшее время мы это исправим. Но на самом деле никаких сложностей в этом нет. Мастер-план назови, либо план развития, комплексный план социально-экономического развития территорий. То есть можно называть как угодно. Речь идет о том, как будет развиваться данная территория в промежутке определенного времени. Иван Николаевич, но сейчас же каждый город или регион составляет собственный план развития, они же существуют, как вы сказали, они по-разному могут называться. У региональных властей хватает компетенции для работы по этим планам? Или все-таки необходимо ее передать на федеральный уровень? Здесь, наверное, симбиоз такой должен быть. Во-первых, не у каждой сегодня территории есть такие планы. По нашим оценкам порядка 220 планов существуют. Так или иначе, начиная от отраслевых, по развитию туризма, заканчивая действительно мастер-планами, как мы их видим, дальневосточными. Но компетенции, конечно, хотелось бы повыше, потому что люди хотят сегодня жить в комфортных условиях. Люди едут в Москву, Санкт-Петербург, в другие центры и видят, как действительно там сделаны проекты набережных, парков, скверов, как вся расположена удобная инфраструктура, как меняется облик городов. И где-то даже в небольших городах они хотят то же самое. Поэтому не всегда местным властям хватает в этом смысле компетенций, потому что где-то даже, ну просто у них не было такого опыта. Здесь их, не каждый у нас мэр, например, заканчивает какое-то профильное образование для того, чтобы руководить. Да его на самом деле такого нет. У нас есть школы, скажем, когда администрации президента учат мэров, когда корпорации развития, там ВЭП РФ, Дом РФ тоже привлекают чиновников для того, чтобы обучать. И после этого действительно уже есть осязаемые такие результаты. И мы видим после этого, как города начинают реализовывать новые проекты. В таком случае получается, что составлять мастер-планы, разрабатывать их, должны специально обученные люди, ну так их назовем, да? А какие требования к ним должны предъявляться? И что должно быть в структуре, по-вашему, вот этого мастер-плана развития? Ну, конечно, требования должны быть высокие. Во-первых, мастер-план стоит немалых средств. И нужно, чтобы эти деньги были потрачены с умом. Потому что мы вот даже у нас счетная палата была, где замечала, что приблизительно одинаковые города имеют разную стоимость, там, до пяти раз в разработке мастер-планов. Это тоже нужно учитывать, потому что деньги-то всегда на разработку мастер-планов изыскивает территория. Либо там спонсоры, значит, если небольшие города есть. Ну, в нашем, например, случае были ряд спонсоров, где-то бюджеты. Поэтому здесь, конечно, эти компании должны быть профессионалы. И они должны быть отобраны, они должны быть, значит, аккредитованы министерствами, и которые соблюдают определенные критерии по реализации этого мастер-плана. Конечно, там должно быть все с привязкой к дальнейшему бюджетированию. Не просто, значит, я вот нарисую город-сад, и будет там реализация. Мы сегодня, мы должны трезво смотреть правде в глаза. К сожалению, большинство планов социально-экономического развития, они же не реализовались там в городах, потому что все прогнозировали увеличение жителей, все прогнозировали увеличение мощности, а этого не происходит. Надо вот это учить. Надо трезво оценивать ситуацию и давать план развития. И прежде всего экономического. Потому что у нас экономическое развитие, потом за собой тянет социальное развитие. То есть мы должны сначала налогооблагаемую базу получить для того, чтобы строить наши социальные объекты. Вот об этом, обо всем мы сегодня и говорили. Какие основные ошибки, по-вашему, сейчас совершаются в развитии городов, в градостроительстве, и как их планируется исправлять как раз с помощью вот этих новых материалов? Ну, как раз-таки ошибки в неправильном планировании и, может быть, в завышении ожидаемых результатов. Каждый мэр хочет выйти, отчитаться перед своими гражданами, что вот через пять лет здесь будет то-то-то. Но в жизни этого не всегда происходит. Вот нужно, еще раз говорю, адекватно относиться к этому, смотреть правде в лицо и, на самом деле, считать цифры. Мы должны понимать, какая налоговая отдача будет, на какие деньги мы будем содержать эти социальные объекты. Потому что, мало того, нужно построить большие средства, но потом любой фок, любой парк, любой объект, большой культурный или социальный, он требует средств на его обеспечение, на его содержание. Это немалые деньги, которые должны быть заложены в бюджете города. Ну, вот, кстати, о деньгах. Представитель Минстроя отметил, что средств на планирование в федеральном бюджете не предусмотрено. Из каких источников в таком случае будет финансироваться создание? Ну, здесь я уже говорил, здесь источники, это может быть и региональный бюджет, и муниципальный бюджет, и средства спонсоров. Которые, в принципе, сегодня есть компании, которые заходят в регионы, и им, наоборот, выгодно, чтобы, например, территория развивалась. Если это большая федеральная компания, которая реализует большой федеральный проект, им нужно привлечь сюда кадры. Сегодня кадры не поедут, значит, куда-то в глубинку, где нет школы, где нет там ФОКа, где нет, значит, детского сада или других каких-то, ну, таких общепринятых норм, когда они живут в обычном городе. Поэтому сегодня эти компании также идут навстречу и заказывают, и финансируют, или частично, или полностью, вот, создание таких мастер-планов, и, в принципе, власти от этого не отказываются. Но здесь, опять же, в любом случае, вот это создание идет с учетом региона, мнения региона. Это и муниципальная власть, и региональная власть. Не так, что кто-то в Москве нарисовал какую-то красивую картинку. Здесь, конечно, это все прорабатывается, и мастер-план делается не один месяц. То есть специалисты говорят, чтобы подготовить качественный мастер-план, там нужен год и более. Спасибо, Иван Николаевич, за разъяснение. О комплексном развитии территории мы говорили в прямом эфире с сенатором Иваном Абрамовым.